Если вы смотрите это видео, значит вы любите лего, поэтому я рекомендую вам поддержать лайком и подпиской начинающего лего-блогера. Его канал называется Строй Играй Со Мной. Как вы поняли, здесь он снимает обзоры лего-наборов, лего-самоделок, лего-кастомы у него здесь тоже есть, а также он иногда снимает ролики и на другую тему, например, влоги или обзоры некоторых игрушек. Так что подписывайтесь. И получился такой вот некий юрский ниндзяго период. Как мы знаем, у китайцев иногда бывает такая фишка, делать лица немного страшными. Во, и глаз он просто съехал вниз, да еще и поверх другого принта наляпан. Вот, полюбуйтесь, и голова, и спина, на них же просто полным-полно царапин, просто огромный наплыв пластика на левой ноге. Здорово, ребята, с вами Любопыт. Сегодня я прикупил еще парочку китайских мини-наборчиков, каждый за 60 рублей. Покупал я их там же, где в прошлый раз купил те трэшовые два набора по Nexonites. Итак, наборчики у нас эти от Лепку. Что означает, это будет дичь. Потому что по собственному опыту знаю, что у Лепку нормальные детали, но говенные мини-фигурки. Ну, правда, иногда они могут и хорошую мини-фигурку сделать, но это большая редкость. И, конечно же, такая мини-фигурка не конкурирует даже с Леле, не то что с Лепин или Лего. Итак, наборчики эти, надо сказать, немного необычные. Почему? Ну, во-первых, они по Ниндзяго. Вы спросите, а что же тут такого необычного? А я вам скажу, китайцы решили привлечь людей к своей продукции и сделать что-нибудь уникальное, что-нибудь интересное. И они решили смешать Ниндзяго с Юрским периодом. И получился такой вот некий Юрский Ниндзяго период. Хм, а что, прикольно звучит. Назову так видос. Да, это немного странно видеть вместе Ниндзяго и динозавров. Давайте рассмотрим коробку. Так, на первой коробке у нас вот такой вот коричневый динозавр и вермиллион, ну или как его там правильно, багряный воин. Ну, мне, если честно, больше нравится багряный воин, потому что я смотрел мультик, когда эти назывались вот чудики, они назывались, короче, багряные воины. На второй коробке у нас уже серый динозавр, и он немного другой. И кай. Да, не пойму, что за фишка у китайцев так сильно искажать лица. У персонажей на коробках. Потому что на коробке нарисовано, я уже говорил, получается какая-то дичь. А в действительности мне фигурка очень даже годная. Получается. Не знаю, зачем они это делают. Итак, у нас здесь написано Ninja Visi Dinosaur, то есть ниндзя против динозавра. Итак, сразу же видим косяк. Здесь нелогично. Тут у нас же не ниндзя, а их враг. Поэтому могли бы хоть написать тут Vermillion Visi Dinosaur. Просто, ну если тут на английском, в оригинале-то эти самые багряные воины называются Vermillions, что как раз таки и переводится как Багряный. Vermillion это Багряный по-английски, если кто не знает. Да, и видно, что это у нас наборчики якобы по сезону про Кракса с Акрониксом. Да. Ну разумеется, нет. Потому что у оригинала таких наборов не было, нет и не будет. Вообще, я заметил Липку, он никогда не копирует наборы. Вот ни разу я не видел какой-то копии Лего-набора от Липку. Они копируют только серии, а наборы они производят чисто свои. Ну хотя, если бы я увидел когда-нибудь копию какого-то Лего-набора от Липку, то ни за что бы ее не стал покупать. В нижнем правом углу каждой коробки еще написано DIY Series. Аббревиатура DIY расшифровывается как Do It Yourself. Что означает, сделай это сам. Да, что этим хотят сказать китайцы, я пока не понимаю. А если перевернуть набор, то тут мы видим все наборчики из этой серии. Да, у нас тут есть еще Ния, тоже с динозавром. Так, оранжевый уже вермиллион, тоже уже с зеленым динозавром. Потом Коул с таким же динозавром, как вот тут. Тут наоборот не тут, а вот здесь. Еще другой вермиллион и Зейн. Вот только что меня здесь удивило, так это то, что Укая... Эх, костюм отличается от костюмов других нитей. Это странно, ведь тут же все вроде как по одному сезону, поэтому костюмы-то должны быть у всех одинаковые, а Укая костюм по другому какому-то сезону. Это очень странно. Да, и еще что меня удивило, здесь почему-то отсутствует Джейн и Лойт тоже. Зато почему-то я вижу двух одинаковых почти что багряных воинов. Они отличаются только оружием и доспехами. Ну хотя да, можно считать, что они разные. На самом-то деле я там в магазине видел до этого побольше таких вот наборчиков. Давно я на них уже глаз положил, потому что они, я уже сказал, необычные. Но прихожу я сегодня в этот магазин и вижу, что количество данных наборов паре дело. И осталось из видов только вот эти вот два. Видимо, все остальные уже успели раскупить. Поэтому я решил не мешкать и сразу купить то, что осталось. А то и эти купят, и потом уже вообще ничего не останется. Ну тут вот еще на каждой коробке у нас нарисован Кай, два багряных воина и два динозавра. Ну ладно, сейчас посмотрим на сами мини-фигурки. И начинаем мы с Кая. Хочется посмотреть, как же он на самом деле выглядит. Так, а здесь у нас динозавр. А здесь сам Кай. Оооо, ребята, здесь действительно настоящая дичь. Так, подождите, давайте я сейчас соберу за кадром мини-фигурки, а потом уже сделаю обзор. Итак, первый недостаток мы видим сразу. Волосы практически полностью закрывают лицо мини-фигурки. Чтобы лицо было видно, нужно волосы надевать не полностью, а вот так вот. Да, правда, тогда они плохо держатся, но зато хотя бы мы лицо видим. Итак, второе. У Кая должен быть красный костюм. Здесь он какой-то с коричневым оттенком. Это немного странно. Дальше, принты. Принты, ну они такие аккуратненькие. Вот действительно, почти не съехавшие. Но здесь должен быть помимо черного еще такой вот оранжевый цвет. Здесь же он вообще не пропечатался. Да, это, конечно, жалко. Если бы не это, то мини-фигурка была бы даже отличная. Смотрим дальше. Как мы видим, на ногах есть облой, на руках тоже. Да, и еще, сейчас покажу поближе. Вот тут вот у нас заусенец. Вот он. Но это еще все нормально. Как мы знаем, у китайцев иногда бывает такая фишка. Делать лица немного страшными. Да, и с Каем у нас произошло то же самое. Во! Из-за того, что белый цвет плохо пропечатался, лицо у него выглядит страшно. Да и само выражение лица у него какое-то страшненькое. А еще здесь на голове есть облой. Правда, его плохо видно, но он тут есть. Ну что ж, о минусах мы поговорили. Теперь перейдем к плюсам. Во-первых, у мини-фигурки очень классная прическа, которая выполнена отлично. Вообще без единого косяка. Просто отличная прическа. Она мне нравится. Второй плюс. Здесь руки, ноги отлично держатся. Они не вихляются. Они держатся отлично, как я уже сказал. Потом, я уже говорил, у фигурки очень аккуратный принт. Он действительно сделал качественно, никуда не съехал. Но, как я уже сказал, в нем плохо пропечатались некоторые цвета. Жалко, конечно. А то была бы классная мини-фигурка. Ну и стоит она у нас вот на такой подставке. И вооружена вот таким мечом, к которому я не имею никаких претензий. Меч тоже сделан классно. Да и вообще я не знаю, как можно запороть простейший меч. Так что, мини-фигурка, ну такая себе. За 30 рублей, ну если я так понимаю, наборчик стоит 60 рублей, значит нам предлагают за 30 рублей саму мини-фигурку вот этого Кая. И за 30 рублей еще и динозавра, о котором мы сейчас поговорим. Ну и для своих 30 рублей фигурка выглядит ничего так. Ну ладно, с Каем разобрались. Переходим теперь к динозавру. Динозавр у нас тоже такого среднего качества. Если посмотреть на него с этого боку, вроде все нормально. Принты аккуратненькие, все вроде нормально пропечаталось, за исключением глаза. Можно было бы его сделать и поярче, но здесь у него такой же косяк, как рука. Но если посмотреть на него с другого боку, то мы видим, что здесь принты смазались. Там где глаз. Вон. И глаз, он просто съехал вниз, да еще и поверх другого принта наляпан. И получается вообще неразбериха полная. Потом тут еще на самом динозавре немного есть ехавшие принты вот на хвосте. Поэтому кажется, что он покрыт пятнами краски. Да, это конечно же минус. Ну, еще на голове у него есть вот такой вот заусенец. Да, куда ж без них. Ну и еще есть незначительные повреждения. Так, сейчас я только фокус сделаю, чтобы их вам показать. Видите? Вот тут вот есть дырочка. И еще одна такая дырочка где-то у него на животе есть. Косяк, конечно, хоть и мелкий, но все равно косяк. Но на этом минусы заканчиваются. Какие же плюсы у этого динозавра? У него тоже прекрасно держатся все конечности. Они у него двигаются нормально, вообще не ехляются. Это хорошо. И еще у него пасть. Можно закрывать и открывать. Это тоже прикольно. У нас плюсов и минусов здесь одинаковое количество в этой мини-фигурке. Так что я не знаю даже, покупать ее или нет. Опа! А я еще косяк не заметил. У нас он тут тоже есть на ногах. Уже наплывы пластика конкретные. Не просто заусенцы, а именно что наплывы пластика. Хотя плохой фокус, сейчас покажу. Вот они. Вот они, эти наплывы пластика. Это конечно жестко. Теперь давайте откроем вторую коробочку. И посмотрим на следующие две фигурки. Так, динозавр и багряный воин. Сейчас я их соберу и рассмотрим их во всех подробностях. Да, наверное прежде чем собирать ее, сразу взглянем на принты. Принты у нас такие же как у Кая. Аккуратные, но они немного плохо пропечатались. Ну а так принты очень даже крутые. И вон тут змеи у него торчат из торса. Еще вот этот символ стрелки. Две на часах. Типа минутная и часовая. Да, это был символ Кракса Акроникса. Вроде все нормально. Но у нас опять облойчик на ногах. А еще у нас просто очень плохо сделана голова. Она сильно поцарапана. Вот, полюбуйтесь. И голова, и спина. На них же просто полным-полно царапин. Жесть. Не знаю, что с этой мини-фигуркой происходило. Ой, и на ногах тоже вон царапины есть. Ах. А и еще вот тут на руке есть вмятина. Точно такая же вмятина есть у Каем. И точно такие же вмятины были у тех мини-фигурок из Некса Найс. Которые я вам в прошлый раз показывал. Понятия не имею, что это фишка китайцев или массовый косяк. Но все. Посмотрим же на мини-фигурку в собранном виде. Фигурка очень крутая. У нее просто здоровский доспех и шикарный шлем. Сделаны они практически без каких-либо недочетов. Ну, разве что вот тут вот есть парочка небольших заусенцев. Это небольшие минусы, но на них можно закрыть глаза. Потому что, серьезно, доспехи крутые очень. Они мне нравятся. И поэтому шлем и доспех еще они закрывают царапины, которые есть на торсе и на голове. Их совершенно не видно. Это тоже большой плюс. Да, вооружена у нас мини-фигурка вот таким вот странного вида клинком. У которого, кстати, тоже есть заусенец. Ох, полно я тут заусенцев вижу. Да, ну еще на ладонях облой есть. Да много вообще тут облой. На руках, на ногах, на ладонях. Ох. Так, давайте попробуем вставить клинок в руку. Эм, он не хочет вставляться. Что за дела? Ха-ха, блин. Даже мини-фигурка на две части развалилась. А, это из-за облоя. Облой мешает. Ой. Ой-ой-ой. Какие тут заусенцы-то внутри ладони. И облой и заусенцы одновременно. Какая красота. Ох, ну, это ж липку. Да, но липку, надо сказать, в этот раз сделали достаточно годные мини-фигурки для кастомов. А как коллекционные, это, разумеется, мини-фигурки. Такие себе. Да, ну и еще нам тут, как бонус, подложили вот такую вот серую змейку. Змейку ругать не за что. Она отличного качества. Пригодится им в каких-нибудь анимациях. Да, вот, ну, хотя, правда, все-таки есть за что поругать немножко. У нас тут на коробке нарисована красная змея, а нам подложили серую. Ну, хотя, внешний вид и цвет изделия может отличаться от изображения на упаковке. Так что цветом, пожалуй, можно и пренебречь. Со вторым динозавром дела обстоят практически так же, как и с первым. У него немного съехали принты. Вон, в этом можно убедиться, внимательно просмотрев глаз. Да. Здесь-то вот все нормально на этом боку. А хотя нет, вот здесь вот на спину съехало немного. А с этого боку съехал наоборот глаз. Но, почему всегда у Липку обязательно принты куда-нибудь немного съедут? Это, конечно, плохо. Дальше что? Дальше у нас также несколько заусенцев есть. Вот здесь вот есть и вот тут. А еще вот у этого динозавра есть то, чего нету у первого. Просто огромный наплыв пластика на левой ноге. Вот он. Ну, попробую его, конечно, ножницами обрезать, потому что у него тут просто большой наплыв пластика на ногах, опять-таки. Что у того был наплыв пластика на ногах, что у этого. Только у того был не такой жесткий, как здесь. Ну, в основном все нормально. Руки, ноги держатся. Пасть открывается, закрывается. Ну и все, пожалуй, на этом. Остальное можно и не учитывать. Люди такую купят. Ну что, теперь давайте подведем итоги. Итак, эти мини-фигурки отлично подходят для кастомов. Потому что здесь есть несколько прикольных деталей. Таких, как, например, прическа Кая, змея и доспехи покряного воина. Очень классные детали для кастомов подойдут. Ну и сами мини-фигурки, если немножечко обработать, тоже можно. Если вот вы учитесь делать кастомы, то в качестве доноров фигурки идеально подойдут. Ну а как коллекционные, я их покупать, естественно, не рекомендую. Хоть для фигурок по 30 рублей достаточно нормальные мини-фигурки. Но не для коллекции. Ну что ж, всем пока. С вами был Любопыт. И до новых встреч.